Новые подробности скандала вокруг народного депутата от Народного фронта Юрия Березы. В СМИ появилось имя мужчины, которого якобы избил нардеп. Это 37-летний житель Кривого Рога Артем Белый. Он сейчас в больнице. В то же время правоохранители скупы на комментарии. Наши корреспонденты побывали там, где все произошло и посетили больного, что удалось выяснить далее в материале. Во вторую городскую больницу Кривого Рога Артема Белого привезли в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали перелом четырех позвонков, травму грудной клетки, внутричерепную гематому. Три дня он находился в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. При поступлении состояние было тяжелое, помощь оказана в необходимом объеме. Больной был прооперирован, находился в реанимации до стабилизации состояния, потом переведен в отделение. В сознании он понимает, кто он, но обстоятельства травмы он не помнит. Общаться с Артемом врачи нам категорически запретили. Говорят, за все время его никто не навещал и сам Артем не просил с кем-либо связаться. Нас не пустили даже на порог отделения, где находится пострадавший. У его палаты выставлена охрана. Мы готовы вам дать информацию в рамках допустимого о его состоянии и все. Артема Белого привезли в больницу из райотдела полиции в Желтых Водах, куда его доставили как подозреваемого в поджоге дома народного депутата. Правда, больше он походил не на нападавшего, а на пострадавшего. По информации СМИ, избил его депутат от Народного фронта Юрий Береза. Все произошло в ночь с 23 на 24 сентября в селе Чумаки. Якобы Артем Белый пытался проникнуть в дом, принадлежащий семье нардепа. Вот он, находится на окраине села. Здесь никто не живет, здание не достроено. Завидев нашу съемочную группу, подходит охранник, настойчиво просит уехать. Я вам даю пять квали. Я выкликаю полицию. Не, выкликаете, будь ласка, но вы заважаете. Вы меня заважаете. А чем я вам заважаю? Потому что покиньте нашу территорию. О том, что здесь произошло, местные жители говорят, слышали. Но предпочитают особо не распространяться. Я слышала кого-то побили, а кого я же его не знаю. Он не местный? Я не буду ничего сказать. Все обстоятельства сейчас расследуют правоохранительные органы, но никаких подробных комментариев не дают. Говорят, пока тайна следствия. Елена Медлюк, Елена Брынза, Евгений Каденцов. Подробности телеканал Интер, Днепропетровская область.